Разрешен ли вам обгон, если реверсивные светофоры отключены? Правильный ответ. Обгон не разрешен. Альбер, 30 лет, актер. Сдавал два раза. Вчера Альбер понес наказание за недисциплинированность и лично раздавил свою драгоценную шляпу. Любого мужчину такой горький опыт сделал бы другим человеком, но актеры это особая каста. Как вам мой трудон? Вы знаете, я вот посмотрел на вас и честно, как-то все прям опустилось. У нас была тема переключения то ли на вторую скорость, то ли на вторую передачу. Я так ничего не понял. Ночной ночи, по дороге. Это на левую, поехали, Альбер. На право. У вас опять газ запал. Драйв. Подключается мозги у человека. Разворачивается. Куда? Куда, быстро. На право. Ну, право-слево путают, что ли, а? Право-сюда. Кто сказал, что право это лево, а лево это право вообще? У Альбера снова проблемы с ориентацией в пространстве. Неужели придется прибегнуть к дедовской системе обучения Сено-Солома? Что творите вообще, Альбер? Что с вами происходит, наверное? Так, я вынужден за ваше хулиганство прервать... Начинается. Прервать наше занятие? Нет. Надо... Это вообще не серьезно. Все, Альберт, до свидания. Все, до свидания. До свидания. Мне, конечно, не понравилось то, что он меня выставил из машины сегодня. Натали, 30 лет. Тренер по карате. Сдавала 5 раз. В прошлый раз действия Натали получили противоречивую оценку от инструктора. Посмотрим, как эта бесстрашная девушка покажет себя в городе. Прекрасно одевалась до сегодняшнего дня. Мне, конечно, приятно тебя видеть такой красивой. Я, конечно, понимала, что ты женщина, там, юбку, сапоги. Но в следующий раз джинсы и, пожалуйста, без кабулка обуви. Вот так вот. Не буду, не хочу. Опять телефон, опять телефон, Натали. Жвачку не жуй, по телефону не разговаривай, руки на руле обе. Мне приходилось постоянно делать ей замечания. И превысила скорость. Ах, как не вовремя здесь оказался этот дорожный полицейский. Попахивает коллапсом. Потому что на первой скорости надо это делать. Столько бы ей собранности, дисциплины, и все было бы отлично. Таисия, 20 лет, переводчица. Сдавала 5 раз. Вспыльчивая и гордая переводчица готовится набрать скорость на площадке. После всего высказанного девушкой в адрес инструктора, ей непросто будет завоевать его симпатию. Змейку мы должны проходить на скорости примерно 40 километров в час. А вот в скоростном режиме? Это называется спидомер. Впервые такой процесс, очень достаточно сложный для меня. Давай, 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 давай. Куда? Змейка, 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 крутим руля. Под воздействием стресса в характере Таисии проявилась не очень жестственная черта. Даже закаленный мачо Константин оказался не готов к такому красноречию. Давайте, покажите мне рок-н-ролл. Отлично, рок-н-ролл. Рок-н-ролл, давай-ка. Это вы сейчас кому сказали? Стоять. Так, сейчас вы с кем так разговаривали? С машиной или... С тобой. Оскорбляет меня. Мне это вот тоже не очень приятно. Не с тобой, а с вами, во-первых. Ты можешь молчать, когда я веду... Мак. Машину. Просто я очень нервный человек, мне нельзя так... Давай, не говорай. Дура. Наталья, 23 года, временно не работает. Сдавала, три раза. Вчера Наталья вела себя довольно скромно и даже сделала некоторые успехи. Видимо, поэтому сегодня она решила довести свой имидж женщины вам до логического завершения. Но оценит ли это инструктор? Вы собрались куда-то? На экзамен сдавать, действовать. На таких вот шпильках невозможно грамотно научиться водить машину. Поехали. Змейка. Это змейка, крутим руля. Влево, влево руль, влево, влево, влево. Бац. Останавливаемся. Он опять на меня орал, меня это сбило. Дави в педаль, влево руля, вправо руля. Все позбивали, вы вообще видели? Наталья, выйдите вот из машины, посмотрите. Конечно, я буду не так делать, я же ученик автошколы. И он, как инструктор, должен учитывать все любые нюансы. Блондинка, но одно слово. Влево, вправо руля, но опять мы сбиваем. Бац, влево руля. Отлично, вправо руля, влево руля, лево руля. Педали хрустят под шпильками, а конусы под колесами. Но Наталья вовсе не считает это провалом. Я молодец, Наташа молодец. Она запорола все. Проанализируйте свои ошибки, и я думаю, что при нашей следующей встрече вас будет, вы меня удивите еще больше. Ох, Константин, не накаркать бы, ведь эта ученица не приемлет полумер. Пока. А я буду ждать нашей встречи, Наталья. С кого учат меня ездить и не выпендриваются? Преподавателям есть что обсудить. Ведь каждый день их непредсказуемые ученики преподносят все новые, порой пугающие сюрпризы. Каким же будет наказание? И кто из этой дюжины подвергнется ему в назидание остальным? Подошел к концу четвертый день нашего обучения. Кто-то из вас уже завтра попытается сдать экзамены в ГИБДД. Есть определенные успехи, но далеко не все нас радуют. Именно тех, кто до сих пор расстраивает моих коллег, мы сейчас услышим. Виталий, пожалуйста. Алексей Борисович. Константин. Наталья. Вольф. Натали. Ну и я называю сегодня снова Али. Передущие наказания, по-моему, были слишком простыми. И сегодня я хорошо подумал, чем вас озадачить. Название сегодняшнего наказания – сельхоззаезд. Вот на этом великолепном тракторе мы должны проехать по траектории, обозначенной фишками. И припарковаться задним ходом между этими прекрасными творениями автоваза. Али, специально для тебя я организую сыпочек. Ты же любишь женскую компанию? Пожалуйста. Сберюги. Барьеру. 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 А вот это вот обещанные цыпочки. Нет. Кажется, впервые в жизни улыбка Али стала немного натянутой. Начинаем. Поехали. Отлично. Сегодняшнее наказание поражает своей поистине адской изощренностью. На фоне сельхоззаезда – экзамен в ГАИ – это детский праздник. Эй, тихо. Тихо, тихо. Родео от главного инструктора Сергея становится все более экстремальным. Финишная прямая. Давай, Али, покажи, что такое тракторист 21 века. Стоп, стоп, стоп. Вперед, вперед. А что нет? Тише, тише. Ты в машине. Тихо вам говори. Работай, работай. Все. Победа. Вот что значит самоконтроль и претельная концентрация. Заметьте, ни одного животного в результате нашего наказания не пострадало. Смотрите завтра. Я не верю, что вы сдадите этот экзамен. Совсем плохо вас обучили. Я думаю, что вы уже не сдадите. Вот это у меня уши, когда. Что я такого сделал? Отлично перестроились. Можно грамотно научиться водить машину. Поехали. Змейка. Змейка, крутим руля. Влево, влево руль. Влево, влево, влево. Бац. Останавливаемся. Он опять на меня орал. Меня это сбило. Дави в педаль. Влево руля, вправо руля. Все позбивали. Вы вообще видели? Наталья, выйдите вот из машины. Конечно, я буду не так делать. Я же ученик автошколы. И он, как инструктор, должен учитывать все любые нюансы. Блондинка, но одно слово. Влево, вправо руля. Но опять мы сбиваем. Бац. Влево руля. Отлично. Вправо руля. Влево руля. Лево руля. Педали хрустят под шпильками, а конусы под колесами. Но Наталья вовсе не считает это провалом. Я молодец. Наташа молодец. Она запорола все. Проанализируйте свои ошибки. И я думаю, что при нашей следующей встрече вас будет, вы меня удивите еще больше. Ох, Константин, не накаркать бы. Ведь эта ученица не приемлет полумер. Пока. А я буду ждать нашей встречи, Наталья. Сказал, учат меня ездить, не выпендриваются. Преподавателям есть что обсудить. Ведь каждый день их непредсказуемые ученики преподносят все новые, порой пугающие сюрпризы. Каким же будет наказание? И кто из этой дюжины подвергнется ему в назидание остальным? Подошел к концу четвертый день нашего обучения. Кто-то из вас уже завтра попытается сдать экзамены в ГИБДД. Есть определенные успехи, но далеко не все нас радуют. Имена тех, кто до сих пор расстраивает моих коллег, мы сейчас услышим. Виталий, пожалуйста. Алексей Борисович. Константин. Наталья. Вольф. Натали. Ну и я называю сегодня снова Али. Передущие наказания, по-моему, были слишком простыми. И сегодня я хорошо подумал, чем вас озадачить. Название сегодняшнего наказания – сельхоззаезд. Вот на этом великолепном тракторе мы должны проехать по траектории, обозначенной фишками. И припарковаться задним ходом между этими прекрасными вареньями автоваза. Али, специально для тебя я организую сыпочек. Ты же любишь женскую компанию? Пожалуйста. Сберюги. Барьеру. Сберюги. 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 А вот это вот обещанные цыпочки. Нет. Кажется, впервые в жизни улыбка Али стала немного натянутой. Начинаем. Поехали. Отлично. Сегодняшнее наказание поражает свои поистине. Вы знаете, я вот посмотрел на вас, и честно, как-то все прям опустилось. У нас была тема переключения то ли на вторую скорость, то ли на вторую передачу. Я так ничего не понял. Начинаем. Направо. 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 Это налево. Поехали, Альберт. Направо. Вас опять газ запал. Драйв. Подключается мозги у человека. Разворачивается. Куда? Куда быстро. Направо. Ну, право слева путается, что ли, а? Право сюда. Кто сказал, что право это лево, а лево это право вообще? У Альбера снова проблемы с ориентацией в пространстве. Неужели придется прибегнуть к дедовской системе обучения Сена-Солома? Что творите вообще, Бер? Что с вами происходит? Так, я вынужден за ваше хулиганство прервать. Начинается. Прервать наше занятие. Нет, надо, это вообще не серьезно. Все, Альберт, до свидания. Все, до свидания. До свидания. Мне, конечно, не понравилось то, что он меня выставил из машины сегодня. Натали 30 лет. Тренер по каратэ. Сдавала 5 раз. В прошлый раз действия Натали получили противоречивую оценку от инструктора. Посмотрим, как эта бесстрашная девушка покажет себя в городе. Прекрасно одевалась до сегодняшнего дня. Мне, конечно, приятно тебя видеть такой красивой. Я, конечно, понимала, что ты женщина, там, юбка, сапоги. Ну, в следующий раз. Джинсы и, пожалуйста, без каблукового. Вот так вот. Не буду, не хочу. Опять телефон, опять телефон, Натали. Жвачку не жуй, по телефону не разговаривай, руки на руле обе. Мне приходилось постоянно делать ей замечания. Мне превысило скорость. Супс. Ах, как не вовремя здесь оказался этот дорожный полицейский. Попахивает коллапсом. Хе-хе. Коллапс. Дорога. Потому что на первой скорости надо это делать. Столько бы ей собранности, дисциплины, и все было бы отлично. Таисия. 20 лет. Переводчица. Сдавала 5 раз. Вспыльчивая и гордая переводчица готовится набрать скорость на площадке. После всего высказанного девушкой в адрес инструктора, ей непросто будет завоевать его симпатию. Змейку мы должны проходить на скорости примерно 40 километров в час. А вот в скоростном режиме. Это называется спидомер. Впервые такой процесс, очень достаточно сложный для меня. Давай, 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 давай. Куда? Змейка, 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 крутим руля. Под воздействием стресса в характере Таисии проявилась не очень жесткая черта. Даже закаленный мачо Константин оказался не готов к такому красноречию. Давайте, покажите мне.